Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас небольшой обзор баллонских удилищ от компании Флагмана модель Кастмастер. Выпускаются они пока что в двух длинах 5,6 метров, но люди их любят, покупают часто. Моделька считается бюджетной, ну, поэтому и народной, и востребованной. Что могу сказать? Значит, палочки выполнены из угля 24 тонны в основном. Скорее всего, верхнее колено там будет 30 тонн, но тем не менее, это вот тот минимум по углю, по карбону, который приемлем для маломальски хорошего строя, который можно назвать приемлемым, даже не хорошим, приемлемым строем. Ну, давайте раскроем. Здесь колпак закрывает защищает колечки. Имеется два разгрузочных подвижных кольца на хлысте. И остальные колена после третьего и дальше, третье и дальше снабжена такой оплеткой силовой, да, что, в общем-то, подчеркивает характер удилища, которое способно выдержать даже рыбхозного карпа. Поэтому, если вам нужна палочка, над которой не надо слишком сильно трястись, и которой, в общем-то, можно ловить и плотву, и густеру, и карпика, и карасика, это вот кастмастер. Течение она тоже держит в рамках теста. Тест у пятерки 20 грамм, тест у шестерки 25 грамм. По колечкам. Там в описании где-то читал у производителей, что они облегченные, но я не знаю, чем они облегченные. Облегченные, наверное, только тем, что у них не такая высокая, не такой высокий подъем лапки. Да, они чуть близко к бланку. Поэтому, ну, скажем так, у бюджетных удочек баллонских так, в общем-то, принято делать чаще всего, потому что действительно удочка универсальная подразумевается. Потому что, если бы это был более дорогой уголь, более топовая модификация, скорее всего, лапки были бы подлиннее. Поэтому, видимо, производитель словом облегченные назвал, вот имел в виду, когда сказал облегченные кольца, именно это. Колечки здесь обычные, стандартные, скажем так, недорогие совсем, но при этом сама вставка керамическая, она не пирится, то есть о ней можно не переживать. Особо там не вылетает никогда и каких-то косяков нет. Завод не сильно дорогой, поэтому, скажем так, наверное, чуть ли не в каждой удочке можно найти какие-то косячки. Но они небольшие. Например, вот, даже вот я первую попавшуюся беру, вот здесь обрезка колена и лака немножко не очень ровная, да? То есть, скажем так, любители эстетики, которые там как ювелирку выбирают, это вот не ваша тема. Давайте померяем. Транспортная длина у обоих одинаково и составляет 136 сантиметров. Диаметр в месте хвата 21 у пятерки и 23 у шестерки. Катушка-держатель точность также простенький. Ну, скажем так, вот тот нижний сегмент держака, который приемлем, который еще не сделан из тонкого металла, который гнется, и который лапки, бабочка, так называемая, вот эта защелка, да, которая отваливается периодически, ну, что вот там у некоторых моделей китайских или там Кайда грешит этим. Поэтому здесь держа, как бы, вот тот нижний сегмент, который, в общем, добоварим, да, и нареканий тоже не вызывает. Ну, по поводу катушки сюда 2-3 тысячи входит, как правило. Я ставил Дайва, Шимана, Кайденс. Что еще я ставил? Ну, в принципе, какие-то еще аисты от Престона, от Митчелла, по-моему, еще ставил сюда катушки. Волжанка, флагман, то есть, все сюда вставало. Но, как знаете, что не надо выбирать катушку дорогую для баллонского удилища. Деньги на это тратить не нужно абсолютно, потому что для баллонки катушка дорогая не нужна. Берете там условно за минимальную цену, если вы будете единственное, что должны брать, за что смотреть, это плавность работы фрикционной и то в том случае, если вы ловите крупную рыбу, где вы будете его ослабевать, чтобы была плавная работа фрикциона и именно передней, с передним фрикционом катушку. А так, полторы, две, три тысячи рублей катушка, ну, дороже нет смысла просто, потому что она служит для охранения лески, в общем-то, и больше ни для чего. Поэтому, если кто-то вам, ну, у нас хочет впарить подороже, не нужно, у нас этого делать не будут, вам честно скажут, что посоветую только ту катушку, которая действительно вам нужна. И вот момент еще, давайте взвесим их, потому что одно дело в каталоге, другое дело в реальности. Взвешиваем пятерку, 226 грамм. Взвешиваем шестерку и получаем 299 грамм. Теперь разложим их, потрясем, но еще момент, чехол, ну, на нем останавливаться, наверное, смысла нет, это просто тряпка, которая, в общем-то, прошита тоже качественно, шовчик ровный, ничего отсюда не торчит. То есть, фактически, такое вот, как из бумагой фильтра, да, из фильтрованной бумаги прозрачный просвечивающийся чехольчик, который, в общем-то, служит, я не знаю, для чего даже. Вот, давайте разложим, и потрясем. Ну вот, друзья, разложили, смотрите, строй, вот, на потрях пятерочка, средний быстрый строй это называется. Ничего здесь такого сверхинтересного нету, просто стандартный средний быстрый строй универсальной удочки из недорогого карбона. Ну, надежность, это ее единственная и главная черта. Давайте нагрузим. Смотрите, я с таким большим усилием имитирую подъем карпа вверх. Ну, видите, вот хорошо работает бланк. Она загружается, поэтому поломка вам, в принципе, думаю, вы не увидите частых, если уж совсем не ошибетесь в вываживании. Ну, и шестерочка. Трясем шестерку. такой же строй, естественно, она в руках чуть-чуть потяжелее, кажется. Вот, ну, скажем так, за эти деньги это приемлемо. Если сравнить, допустим, Тензор у Сабанеева будет поинтереснее, Гретхамон Флагмана тоже значительно поинтереснее, но они будут и по цене выше. Кто конкурент этой палочки, например, да, это Сабанеев Мастер. Ну, там какие-то кайды я не рассматриваю, потому что брака много, а вот Сабанеев Мастер, да, он конкурент. Но за Мастер наличие запчастей есть на флагман, скажем так, это я к фирме отношения к поставкам, скажем так, да, запчастей не имею, поэтому я зависим тоже от этого. А Сабанеев это я за это, в общем-то, отвечаю. Но если ничего не изменится в мире и в России, все будет хорошо, то запчасти будут и дальше. Давайте нагрузим шестерочку. Ну, вот я двумя руками аж вверх тащу ее со всей силы. Константин имитирует до удара рыбы, пытающаяся уйти в глубину. Но вот видите, она хорошо, что распределяет нагрузку, поэтому опять, действительно, палочка универсальная и способна выдержать и крупную рыбку, поэтому смело можете покупать. Хорошие палочки, надежные, добротные, своих денег стоит. Ну вот, господа, потрясли, разложили, я думаю, представление в принципе имеете. Учитывая тест, палочка может применяться на течении, не супер большом, но на реках таких средних спокойно можете брать. Так же, как настоящий водоем, очень многие любят баллонки применять, хотя они не для этих целей нужны, да, для течения. надежная, добротная палочка, которая, в общем, будет востребована и востребована сейчас. Заказывайте в Multifish, подписывайтесь обязательно на социальные сети, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Telegram канал, Routube, теперь мы и там находимся, ролики выкладываю я. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Продолжение следует...